привет друзья а третье видео в серии как начать работать тестером или тестировщиком в америке у нас здесь и она будет касаться у нас 3 с вами ошибки это люди идут на какие-то дополнительные курсы дополнительную учебу объясню чем это чревато смотрите когда вы выходите на рынок труда и после какого-либо учебного заведения до либо вы сами там что-то учили скажем так вы выходите на свою первую работу у вас знания есть только теоретически и вы должны это прекрасно себе понимать люди которые окончив какую-то школу до имеет базовые теоретические знания они начинают брать какие-то дополнительные курсы дополнительные буткемпы да то есть тратить три четыре месяца пять месяцев шесть месяцев я знаю людей которые уже полтора года учатся и на рынок не вышли вот только-только начинают на какие-то дополнительные знания начинают учить автоматизацию начинают учить sql начинают учить python и java c sharp и джава скрипты короче вообще все подряд все что только могут при этом они на рынок не выходят потому что люди начинают считать что им надо на уме на уметь им надо научиться им надо уметь делать гораздо больше чтобы выглядеть лучше на фоне других соискателей вот люди тратят безумное время какие-то деньги дополнительные на все это и в итоге когда они выходят на маркет работаю на они найти не могут либо если они ее находят спустя там какое-то долгое время это работа на которую они приходят с глубоко выпученными глазами когда они не знают абсолютно вообще ничего вот и я сейчас попробую вам объяснить смотрите когда вы оканчиваете любое учебное заведение вы начинаете естественно искать свою работу независимо от того есть у вас опыт или нету это ваша идет первая айти работа принципе и те кто берут вас на работу они дают точно также прекрасно это понимают что человек которого они собеседуют даже если у него там резюме опыт какой-то написан они прекрасно видят что для вас эта работа первая то есть это очень легко понять и как бы два-три простых вопроса которые можно задать человеку и по его ответу можно понять практику работал ли он либо он теоретик даже это я могу это сделать это очень легко выясняется вот так что делают люди когда они идут на какие-то дополнительные курсы получают огромный багаж каких-то знаний да опять-таки теоретически люди начинают себя чуть-чуть переоценивать то есть как бы первая работа скажем так да ну вот у меня тут в предыдущем видео вилку спрашивали пусть это будет 45-85 тысяч люди начинают ощущать что они же уже знают очень много и это зарплата для них маленькой над зарплата там от 100 тысяч от 150 кто-то может посчитать вот но они не учитывают того что это видно на собеседование когда вы проходите работали вы с этим сможете ли вы автономно скажем так работать самостоятельно или нет в итоге люди опять-таки терпят неудачи не проходят собеседование либо сыпятся на каких-то задачах потому что не всегда дают задачи какие-то на техническом интервью которые вам их дали и сказали вот мы с тобой завтра созвонимся покажешь нам нет часто бывает так что тебе дают задачу и говорят ну вот тебе 10 минут сделать там какие-то отсортируй базу данных сделай запросы получить данные поставь их туда-то после этого отсортируй там или еще что-то напиши банальные скрипты какие-то для автоматизации в тестировании например вот и все и люди сыпятся потому что в голове то они в теории это знают но они этого не умеют вот помимо этого не и опять-таки теряют время все время которое они на подготовку тратили это время можно было потратить на поиск работы и уже начать работать вот то есть первое под ошибка в этой ошибке то что люди становятся излишне грамотными скажем так шибко умными но при этом они не понимают что знать и уметь это две абсолютно разные вещи это также как можно посмотреть инструкцию как правильно покрасить машину почитать где-то на ю тубе видео какое-то посмотреть но в итоге когда вам дадут машину вы ничего не сможете сделать вы не сможете хорошо покрасить потому что вы этого не умеете вот и люди которые получают какие-то дополнительные знания они не видят разницы между уметь и знать как сделать вот поэтому на любом интервью которое касается практике уже люди сыпятся и считают что вот опять-таки очередные курсы меня обманули никаких знаний не дали да нет знания дали просто вы их вам их применять нет вот следующая под ошибка скажем тогда еще один нюанс вот в этой в большой ошибка умности это то что люди учат то что им может и не пригодится они не знают что им учить это как пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что люди могут учить автоматизацию в приложении в итоге получить работу в мобильном тестировании либо ботанить там разрывать себе мозг именно мобильным тестированием в итоге получить работу на тестирование в приложении которая на мой взгляд гораздо проще по крайней мере если говорить о на о первых работах и все и но это время потраченное попусту за время обучения там течение полугода например да человек ну окей возьмем идеальную идеальную ситуацию человек там 7 месяцев потратил на bootcamp и безумное количество времени выучил автоматизацию какую-то в приложении скажем так знает python знает java знает еще неизвестно чего еще и спи или там и все остальное как в постмане работать но вот он выходит на рынок и находят работу на мобильное тестирование и человек за это вот после того как он получил работу он догоняет что в принципе вот все что учил он полгода потратил времени на учебу потратил деньги потратил безумное количество труда труда часов своих затрат а им этом не надо потому что он в мобильном тестировании ему бы хорошо расти в мобильном тестировании и он начинает учить мобильное тестирование точно также и наоборот то есть человек мог учить мобильное тестирование все остальное но находит работу тестировать в приложении сайта какие-то и все это же он начинает понимать что микрофон уехал не вернем на место что ему особо то это ничего не надо было и зря он столько времени потратил потому что за эти полгода он бы мог уже начать работать и зарабатывать более-менее нормальные деньги какие-то на новой работе на своей вот то есть люди которые идут учиться они во первых тратят свое время во вторых они впустую убивают как правило свои какие-то усилия свои тратят до убивают какой-то свой энтузиазм свой эмоциональный подъем после того как они выучились 2 ошибка у них падать мотивация вот в третьих им гораздо сложнее найти работу будет в итоге потому что они выделяются среди остальных но они выделяются в худшую сторону потому что они себе в резюме могут написать огромное количество знаний но на первом же техническом собеседовании они начинают сыпаться и все и они теряют возможность потому что если бы они их не указали например да или не знали то есть выходишь на маркет после обучения все ты готовишься каждому собеседованию с компанией ты там что-то учишь а компании узнаешь что-то просто надо повторить базовый курс потому что каждая компания работает по-своему в каждой компании есть свои какие-то навыки не навыки даже обычаи как люди работают в каких-то компаниях работают исключительно в консоли там и db команды если мы говорим про мобильное тестирование каких-то компаниях наоборот они ставят android studio собственно логи собирать и все и они не работают они по-другому абсолютно работают то есть на первой вашей работе вам все равно месяц вас будут учить как они работают вас будут учить тому чтобы вы посмотрели что это за приложение и все то есть даже шибко умные знания вам там не понадобятся и когда вы потратили огромное количество времени да вы выглядите вы выглядите overeducated вы потратили полгода 7 месяцев не не выходя на маркет потому что вы учились вам сложнее найти работу потому что вы знаете как делать но вы не умеете этого делать соответственно высыпитесь на техническом интервью вот вы тратите свои усилия которые в принципе могли бы потратить уже потом когда вы начали работать и увидели куда вам расти вот и даже если вы нашли работу в соответствии с тем что вы учили компания может работать абсолютно иначе и опять-таки эти знания вам не пригодятся и несмотря на все это да люди идут учатся им говорят что вы должны знать автоматизацию для вашей первой работы везде она нужна ничего подобного те кто нанимают человека они прекрасно видят это его первая работа или нет и могут вас взять на скажем так громкую позицию сенера какого-то или лида но платить зарплату также как начинающему который практически ничего не знает вот а еще одно замечание это то что когда я знаю таких людей которые работают там в мобильного не в мобильном а веб-тестирование они знают какие-то кучу всякой ненужной бесполезной информации но придя на работу они не знают ни одного программного обеспечения в котором работать люди абсолютно забывают даже даже извините забывают даже основы какие-то потому что начинаются вопросы что такое vpn вы понимаете человек который пошел в веб-тестирование если бы он не забивал голову какой-то ерундой которая ему сейчас не нужна понадобится через год он бы прекрасно помнил что такое vpn а так он забывает и когда он приходит на работу на серьезную позицию и не знает что такое vpn это уже звоночек работодателя который говорит о том что не зря этому человеку дали зарплату совсем-совсем начального уровня потому что он совсем-совсем начальный уровень не знаю какие-то базовые элементарные вещи вот то есть ну вот так это выглядит со стороны может быть для людей которые потратили время да и то есть как бы потраченные усилия время и деньги они не дают человеку принять спокойно то что все это впустую вот он найдет в ответ мне миллион причин почему он это сделал почему это хорошо что ему потом легче будет учиться что он себя чувствовал более уверенно на собеседовании на свою первую работу или еще что-то есть большая разница получать теоретические знания либо потратить там месяц-полтора и приобрести научиться у кого-то именно уже практическим основам чтобы вы могли ответить что вот мы на работе делали вот так вот так вот так раньше да если вы говорите что вы где-то работали на самом деле нет большая разница поэтому закончили учиться и надо выходить на маркет получать первую работу и уже вы увидите через месяца-два куда вам надо расти что вам надо подучить и все будет так вот хорошо я спасибо что посмотрели оставайтесь на позитиве пока